Вера 24 Вы знаете, с одной стороны, я думаю, что оно все-таки простое, но с другой стороны, мне кажется, что это так важно для каждого из нас, потому что это формирует нашу жизнь и дает нам возможность проходить жизненными путями и сохранять в своем сердце мир. Своё слово я сегодня назвал «богопознание» или «дисциплина мысли». Вы знаете, в этом мире, в современном мире, люди по-разному пытаются получать знания. Если раньше, чтобы получить знания о чем-то, нужно было ну хотя бы пойти в библиотеку. Взять какую-то книгу, прочитать ее, а лучше не одну книгу и попробовать вынести какие-то суждения. Лучший вариант не просто прочитать книгу, а еще поговорить с человеком, который разбирается в области, о которой вы пытаетесь размышлять. Он направит и покажет вам, что, в каком направлении нужно смотреть, думать, он даст некоторые мысли для размышления. То в мире современном, хотя вот подобные способы исследования, они остаются, но в мире современном мы как-то подумали о том, что внутри нас уже все закрыто. Нам никто не нужен, по большому счету, нам не нужны дополнительные какие-то тематические знания или, скажем так, какие-то книги, которые мы будем читать. Почему? Потому что для современного человека есть один инструмент, которым пытаются, ну если не все, но многие пользоваться. Это интернет. У нас даже сегодня, вот спустя, наверное, 20 лет, 20 лет назад еще этого не было. Но прошло 20 лет и сегодня большинство людей, не просто молодежи, я говорю сегодня уже, а людей среднего возраста, иногда даже старшего возраста, когда им задают вопрос о том, что на какую-либо тему, и они не знают, где найти ответ, что сказать, они чаще всего говорят не просто, ну я не знаю, они говорят по гугле. Почему? Потому что такое ощущение, что там с помощью вот поисковика, гугл, яндекс или каких-то любых других, вот мы обязательно найдем то, что нам надо. Но когда мы начинаем искать информацию, когда мы начинаем искать знания, мы находим такой спектр всего, что на самом деле на какую-либо тему можно найти совершенно противоречивую информацию. От того, что будет подтверждать твои мысли, до того, что будет совершенно противоречить твоим мыслям. И иногда ты не знаешь, с чего держаться. Плюс ко всему прочему, если что-то, какая-то информация нас захватывает, мы начинаем делиться этой информацией друг с другом, и очень часто даже не задумываясь о том, а нужно ли это, ну как бы насколько это проверено. И заметьте, мы еще очень часто преподносим знания, которые приобретаем, как какую-то истину, которой практически невозможно противостоять. Я попробую привести пример. Не так давно разговаривал с одним человеком, просто не виделся с человеком достаточно долго, я с ним встретился, и мы, как обычно, как семья, как дети, ты где, ты чем занимаешься, ну вот простые вопросы, но понимая, что мы верующие люди, мы начали говорить о церкви, о том, как проходит богослужение сегодня, что вообще происходит в нашей жизни, как мы за Богом следуем. И знаете, где-то вот в середине разговора этот человек вот ни с того ни с сего переходит на тему здорового питания. И начинает рассказывать мне, что ну какие коктейли нужно пить, как это делать правильно, и что это сто процентов поможет. И я стою, и я понимаю, что мне ему ответить нечего. Почему? Потому что как минимум я не знаю. И, конечно, я потом могу посмотреть то, о чем он мне пытался рассказывать, но в тот момент, когда он мне рассказывал, знаете, это казалось таким убедительным, правильным и так необходимым для моей жизни и для моего здоровья. Я прям почувствовал, что если я сейчас начну пить эти коктейли, то я стану абсолютно здоровым человеком. Может быть, это и так. Я, к сожалению или к счастью, я не знаю. Я не стал пить эти коктейли. Ну, то есть не стал употреблять, как-то сильно заморачиваться этим. Но я, как любой современный человек, сделал одну вещь. Отойдя, когда у меня появилось немножко времени, я залез в интернет и решил почитать про эти коктейли. И я нашел людей, которые говорили, что это эликсир жизни, без которого вообще в современном мире жить невозможно. И я нашел мнение других людей, которые говорили, что это не эликсир жизни, а мертвая вода, которая убьет тебя чуть ли не завтра, ну, или, по крайней мере, через два часа, как после того, как ты выпьешь. Знаете, чего я не нашел? Я, к сожалению, почему-то не нашел людей, которые бы здраво размышляли вообще, ну, с позиции, с нормальных позиций об этом, обо всем. Но вот о чем я в тот момент подумал. Если одни говорят, пить коктейли – это хорошо, это поможет тебе, а другие говорят, пить коктейли – это плохо, и это убьет тебя, я подумал, слава Богу. И знаете почему? Потому что независимо от того, пью коктейли я или не пью, я однажды встречусь с Господом. Ну, серьезно, на мое спасение это как-то никак не влияет. Это может, по мнению одних, повлиять на продолжительность моей жизни, но если я, на качество моей жизни, да, но если я буду таким вот, знаете, таким серьезным поклонником слов апостола Павла, то, скорее всего, я мечтаю о том, чтобы все-таки быстрее бы встретиться с Господом. Но с другой стороны, если я все-таки понимаю, опять же, касательно слов апостола Павла о том, что нужно служить людям и намного еще на этой земле надо сделать, я буду стараться сохранять свою жизнь. И знаете, и на самом деле, вот это знание того, что пить мне что-то или не пить, оно мне никак не помогает. Но вот в чем одна проблема, о которой я хотел сегодня сказать. Каждый из нас, которые живут в этом мире, в течение жизни, в течение вот нашего каждодневного хождения перед Богом, мы осознанно или неосознанно хотим получить какие-то формулы или какие-то правила, которые помогут нам иметь качественную жизнь, которые помогут нам избавиться от проблем, которые помогут нам сохранять мир в сердце. И нам, по сути своей, нужно какой-то определенный порядок действий, что если мы это будем делать так, то все в нашей жизни будет как? Хорошо. Нам так хотелось бы, чтобы все в нашей жизни было хорошо. Но давайте мы посмотрим сегодня в Слово Божие и поймем, откуда приходит истинное знание и что по-настоящему делает жизнь человека хорошим и приносит в его жизнь мир. Конечно, уже когда я озвучил тему своей проповеди, можно представить, что вот Богопознание – это как раз и есть то что-то вот идеальное, то необходимое каждому из нас. Но я хочу вместе с вами сегодня читать и Слово Божие. Мы будем читать из книги пророка Осии. Давайте вместе откроем эту книгу. Если у вас есть с собой Библия в печатном виде, пожалуйста, открывайте ее. Если вы пользуетесь электронной Библией на телефоне, сделайте то же самое. Откройте и прочитайте вместе. Почему важно читать Библию? Почему важно обращать внимание на то, что там написано? Потому что помимо тех стихов, которые мы вместе с проповедником можем прочитать, вы можете прочитать несколько стихов выше или ниже, посмотреть контекст того, что написано там, просто для себя как-то сделать отметку и поразмышлять о том, о чем мы сегодня размышляем позже, возможно, вне проповеди. И мы прочитаем с вами сегодня, начнем читать из книги пророка Осии, 4 глава, 6 стиха. Книга пророка Осии, 4 глава, 6 стих. Написано так. Истреблен будет народ мой за недостаток веденье, так как ты отверг веденье, то и я отвергну тебя, а сочинодействие предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Так говорит Господь. И знаете, и на самом деле, этот стих, он очень часто цитируется в Церкви Божьей. И знаете, этот стих, он такой, он не поглаживает нас по головке, он больше, наверное, обличает. Но немного размышления о том, что все-таки, кто такой пророк Осия и в какое время он пишет. Вы знаете, это пророк, который появляется в Израильском царстве, это Северное Израильское царство в смутное время. Я не буду называть вам имена царей, которые в этот момент царствовали. Нам достаточно знать того, что Осия начинает свое служение в смутное время, и его служение заканчивается тогда, когда Северное Израильское царство, оно прекращает свое существование. Оно пленено, люди уведены в плен, и этого царства уже нет. Южное царство, оно еще будет оставаться, но Северное закончит свое существование. Народ будет пленен. В это время перед пленением происходят различные события, сменяются цари. Время правления этих царей очень короткое. Одни предают других. Люди начинают забывать Бога, и развивается в царстве сильное идолопоклонство. И вот в это время пророк Осия, получая откровение от Бога, он начинает обличать народ. Но знаете, эта книга, она наполнена не только обличениями, она наполнена еще и словами о том, что Бог все равно любит свой народ, и он не оставит его. Потому что достаточно у него милости к своему народу. Но то, что важно, на что бы мне хотелось сегодня в этой книге обратить внимание, это вот несколько стихов. И первый стих, который мы прочитали. И в этом стихе говорится о том, что проблема народа, почему он будет истреблен, говорится одним, двумя словами буквально. Из-за недостатка ведения. И вот это слово ведение, буквально мы могли бы еще по-другому сегодня сказать, из-за недостатка знания, понимания кого, понимания кого, какого знания, что не имел народ, для нас это важно, почему? Потому что мы и для себя сегодня можем это понять. Отсутствие какого-то знания приносит в жизнь человека определенные проблемы. И когда мы читаем этот стих, мы можем увидеть, что не только в жизнь самого человека это приносит проблему, но в жизнь еще и его потомство. Слово Божие четко, ясно, конкретно говорит, что недостаток ведения приносит в жизнь людей проблемы. Следующий стих, который мне хотелось бы вместе с вами прочитать, здесь же, в книге пророка Осия, это шестая глава, шестой стих. И здесь написано так, «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Знаете, ну вот это в русском синодальном тексте Бог говорит так, «Я милости хочу». Но если бы мы захотели понять то слово, которое использует пророк Осия в своей книге, говоря о том, чего хочет Бог, мы бы увидели многогранность того слова, которое переведено в русском синодальном тексте как «милость». На самом деле, это слово говорит и о верности, и о преданности. Это слово говорит и о благочестии, которое человек может иметь в своей жизни. По сути, Бог, обращаясь к человеку, к людям, говорит, «Послушайте, я хочу преданности вашей, я хочу вашей верности, и этого я хочу больше, нежели жертвы». Какой жертвой? Знаете, во времена Ветхого Завета жизнь народа Божьего устроялась, она как бы была наполнена различными жертвами. То есть, приходя в храм, они приносили жертвы. Жертвы повинности, жертвы за грех, раз в год приносила и жертва за весь народ, праздновались различные праздники, и если ты жил близко к храму, у тебя была возможность прийти туда, и у тебя был какой-то проступок, принести определенного рода жертву, чтобы твой проступок был очищен, и ты уже не был виноват пред Господом. Но Бог говорит, «Послушайте, я хочу не того, чтобы мой народ приносил жертвы, просто приносил жертвы, но чтобы мой народ был, по крайней мере, верен». И это больше, нежели те жертвы, которые мы можем делать. Знаете, люди, которые жили несколько тысяч лет назад, они, честно говоря, ничем не отличались от нас. Им точно так же удобно было жить по определенного рода формулам. Но знаешь, когда ты знаешь, что если ты согрешил, тебе нужно сделать определенное, ну как бы правило. Тебе надо прийти в храм, тебе надо принести определенного рода жертву, и когда она будет принесена пред Господом, ты можешь со спокойной совестью пойти и жить дальше. Ну нет, не обязательно, потому что, подождите, в храме же должно было обязательно проповедоваться о том, что человек, принеся жертву, должен был изменить свое сознание, мышление, и больше не делать этого. Правда? Но когда жизнь наполнена различными делами, обстоятельствами, суетой, мы говорим, у нас столько суеты стало. Я вам хочу сказать, там была, в то время была своя суета, ее было на самом деле не меньше. Когда тебе каждый день нужно было просто в ритме жизни проснуться, что-то сделать, пойти заняться, если у тебя скот с котом, если на поле, на поле пойти пораньше, что-то сделать, в обед вернуться в дом, потому что на жаре невозможно было вечером пойти опять заняться своим ремеслом, позаботиться о семье. Ну, точно так же рожали детей, может быть, их не надо было отправлять и решать вопросы с садиком, школой, с университетом или с армией, но вопрос все равно оставалось достаточно много, которых людям нужно было решать. И знаете, ну вот во всем этом религиозность человека проявлялась в том, что я могу что-то сделать и таким образом исправить свою ошибку. И у меня вопрос к нам сегодня. Не можем ли мы таким же образом поступать? Знаете, может быть, сегодня мы не приносим жертвы повинности определенные за грех, который совершили, но ведь мы точно так же можем делать какие-то вещи необдуманно. приходить в церковь по воскресеньям. И у меня вопрос, который стоило бы задавать каждому человеку, который каждый бы человек задал бы сам себе. Зачем я прихожу в церковь в воскресенье? Когда ты открываешь Библию, читаешь ее, зачем ты читаешь Библию? Когда ты встанешь на молитву, зачем ты молишься? И эти, знаете, вопросы звучат довольно резко. Ведь некоторые люди, даже не задумавшись над этими вопросами, могут просто сказать, а правда, зачем? И знаете, их жизнь в этот момент кардинально изменится и не в лучшую сторону. Но кто-то задумывается о том, зачем я это делаю, найдет смысл действий, которые должны быть в его жизни. И знаете, те слова, которые через пророка Осию Бог говорит в нашу жизнь, они и звучат подобным образом, чтобы мы понимали, что не просто исполнение каких-то определенных правил приближает нас к Богу, но что-то другое, чего хочет Бог. И вторая часть этого шестого стиха звучит так, и боговедение, то есть богознание, познание Бога более, нежели всесожжение, нежели вот тех правил, вот тех инструкций, которые люди пытаются соблюдать. А для нас сегодня с вами, знаете, так легко попасть в какие-то определенные инструкции, просто жить по этим инструкциям. Ну, давайте так, я не буду просить поднимать руки тех, кто сегодня зарегистрирован в каких-либо соцсетях. Внутри себя поднимите эту руку в сердце своем, как бы так, мысленно, что да, я зарегистрирован в соцсетях. И когда мы говорим о верующих людях, что больше всего нам в социальных сетях нравится? Я вам хочу сказать, что картинки с местописаниями, с тем, что написано в Библии, и мы радуемся, мы отмечаем это как-то, мы в комментариях под этими постами можем написать «Аминь», «Аллилуйя», «Слава Богу». Но у меня встает вопрос, а поступаем ли мы так, как написано на этих картинках? Знаете, сами картинки не несут знания, если мы не прилагаем к этому определенного рода усилия, чтобы подумать и поразмыслить о том, что там написано. И этот поток информации, он сегодня льется, и знаете, мы начинаем относиться к Богопознанию, к той истине, которую передает нам Бог, мы можем начать к этому относиться, как к любой информации в этом мире, и мы что-то теряем. И это важное что-то, что каждый человек хотел бы иметь в своем сердце. Это Божий мир. Мир, который превыше всякого ума, о котором говорит апостол Павел. Это мир, который позволяет нам проходить различные обстоятельства жизни. Вы знаете, хотя в Слове Божьем мы читаем вместе с вами о том, что начало мудрости это страх Господень. Мы же помним это место, да? И вот, кстати, это место достаточно часто появляется вот в тех самых картинках в социальных сетях. Но помним ли мы, что это за стихи, где это в Библии написано, и сколько раз упоминается эта мысль в Библии, и почему именно так? Знаете, всякий раз, когда мы читаем Библию, и что-то встречается нам более одного раза, два или три раза, это значит, это важно. На это стоило бы обратить внимание и дополнительно приложить к этому размышления. Как минимум в три раза это выражение встречается первый раз в Псалме 110, второй раз в притчах в первой главе и третий раз в притчах в девятой главе. И в каждом из этих стихов написано, что начало мудрости, начало вот этого понимания, которое есть в жизни человека, что он сможет проводить свою жизнь мудро. Началом этого является благоговение перед Господом. Размышление о том, какой Бог и что он сегодня делает в этом мире. Причем, знаете, в 110 Псалме 10 стихом продолжение этого стиха звучит так. Разум верный у всех исполняющих заповеди его. В притчах в первой главе седьмым стихом продолжение стиха следующего. Глупцы только презирают мудрость и наставление. А в 9 главе 10 стихом в притчах написано и познание святого разум. Знаете, Слово Божие говорит нам о том, чтобы мы познавали Бога. И часто, к сожалению, я говорю, в современном мире мы всего лишь пытаемся познавать Бога своими чувствами, эмоциями, я бы так сказал. То есть, мы какой-то критерий вносим в нашу жизнь, что если это мне доставляет эстетическое удовольствие, или я переживаю какое-то чувствование такое теплое, знаете, мне так хорошо от этого. И больше обращаешь внимание, ну простите, я сегодня за социальные сети зацепился, на то, какая красивая картинка, а не на то, какой смысл несут слова. И мы говорим, это так замечательно, это так здорово, ой, мне так это нравится. Что тебе нравится? Знаешь, некоторые стихи, они обличают когда написано начало мудрости, страх Господень. Стоило бы задуматься, а есть у тебя это благоговение перед Господом? Осознание того, что Он, не просто добрый, любящий папочка, который будет тебя погладить по головке и только дарить тебе подарки, но это еще и судья справедливый, это еще Господь сильный и страшный, это тот, кто ненавидит грех, и тот, кто будет противостоять этому греху. И некоторые люди, сами того не осознавая, могут стать противниками Богу, а Бог будет противиться им. Потому что Слово Божие говорит четко, ясно и конкретно, что разум верных у всех исполняющих заповеди Его. Наше размышление, оно не просто само по себе. Размышление, которое мы имеем в Слове Божьем, оно ведет нас к исполнению Слова Божьего и одно однозначно связано с другим. Никак иначе. Нельзя стать мудрым человеком, просто имея набор мест Писания. Нельзя в Боге стать мудрым человеком, просто стараясь сохранять мир и ни с кем не имея никаких вот таких плохих взаимоотношений. Это не приходит само собой. Иногда это от тебя совершенно не зависит, потому что люди начинают против тебя что-то делать. Или обстоятельства каким-то образом складываются, и тогда мы начинаем думать, ой, Господи, что же я для тебя сделал такого, что мне так плохо? Это человек, который оценивает свою жизнь и то, что делает Бог только с позиции чувств. Но если бы мы внимательно читали Слово Божие, я надеюсь, мы читаем его внимательно, то мы можем увидеть, что много раз в Ветхом Завете и в Новом Завете Бог через своих посланников говорит нам, прилагай разум и размышления к тому, что происходит в твоей жизни, к тому, что ты читаешь в Слове Божьем, к тому, какие твои взаимоотношения с Богом. Люди, иногда верующие люди, они забывают о том, что Божье прикосновение и проявление, оно не только в том, что мы переживаем и как мы себя чувствуем, оно в Его Слове и в истине, которая проникает в наши сердца и изменяет нас. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 31-32 стихом, Иисус Христос говорит нам нечто очень важное. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31-32 стих. Написано так. «Тогда сказал Иисус к уверующим в Него иудеям, я бы сказал бы вообще к уверующим в Него. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину и истина сделает вас свободными». Христос, обращаясь сегодня к человеку, Он говорит о том, что есть один инструмент очень важный в жизни каждого человека, следующего за Христом. Это познание. Не просто прибыть в Слове, это знаете, не просто бездумное чтение, но познание, углубление в то, что Он говорит сегодня нам. Почему? Потому что это изменяет нашу жизнь и делает нас свободными. Свободными от рабства греха. Свободными в отношениях, которые мы имеем в жизни. Свободными в жизни, которая наполнена, к сожалению, не только радостными моментами, но еще моментами печальными. Мы начинаем по-другому смотреть на жизнь. Мы обретаем эту свободу и понимаем, что есть кто-то больше, чем наши чувствования, которые мы сегодня имеем здесь. Есть кто-то, кто дарит тот мир, настоящий мир, кто дарит надежду, кто изменяет наши жизни и преображает нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok